Всем привет, меня зовут Рина, а это долгожданное видео на моем канале. Спасибо, что нашли возможность в нынешних реалях вообще включить этот ролик. Чтобы не терять друг друга, подпишись на мой телеграм-канал. Кьюр-код на экране, а ссылка в описании. Приятного просмотра. Этот влог – сборная солянка того, что происходило у меня последнее время в жизни. Поэтому будет все немножко сумбурно, но я вам покажу, как вообще я живу. У меня здесь есть приятненький пакетик с новыми бьюти-продуктами. Так что будет сейчас некий анбоксинг, отбакинг, как это все называется. Гель для бровей. Вот так эта прелесть выглядит. И здесь очень интересная щеточка. Новенькие красивые румяшки. Прелесть. Такой, знаете, оттенок румяшек зимой, от холода который. Новый здесь у меня консилер. Буду использовать на различные мероприятия или съемки, потому что тон или консилер от MAC – это всегда суперстойкая. И еще одна вещичка. Она, правда, не от MAC, а от KIKO. Это какой уже? Наверное, шестой мой блеск для губ, который я у них покупаю. Все. Бежим завтракать. Сразу сейчас отвечу на самый, наверное, популярный вопрос. Как я все успеваю и как я планирую свой день. Сейчас вам все покажу. Замечательный планшет, замечательная заметка. Называется она «Планы». И здесь я расписываю все, что мне нужно сделать. И расписываю я это в несколько блоков. Утро, день и вечер. Допустим, я сегодня встала в 6 утра. Я сделала зарядку. Я помыла голову, убрала свой гардероб. И мне осталось только отснять образ на день. И если успею, то отснять два образа. Но я точно это успею сделать. Плюс я сегодня уже отсняла контент, успела его смонтировать и даже озвучить. Так что уже 4 пунктика, 5 выполнено. А еще, конечно, залог продуктивности — это ранний подъем. Я практически весь август вообще не соблюдала режим. Просто отдыхала, толком не ходила в зал. И это очень негативно мне сказалось. Поэтому я сейчас с удовольствием заново учусь вставать рано, ходить в зал и так далее и тому подобное. Кстати, в зал я перестала ходить каждый день. Теперь хожу 3 раза в неделю. И в остальные дни делаю просто какой-нибудь утренний комплекс. Банально от отеков или какую-нибудь утреннюю йогу. Все это можно найти на ютубчике любимом нашем. Там куча видосов, поэтому не буду ничего советовать. Вы найдете то, что вам точно подходит. А в зале я тренируюсь по тренировкам Хлоу Тинк. Прохожу ее марафон. Там, конечно, каждый день я тренировки. Но я все-таки решила себя чуть-чуть жалеть. Плюс давно не занималась, поэтому не надо перебаршивать. Ты что-то захочешь кусать? Да? Кусать? Ну, сейчас покушаю. Сейчас я тебе дам. Тихо, как ты классная. Класса, ты как классная. Ты тоже хочешь кушать-то? Кушать и гулять? Да? Ты мой маленький. У меня есть лишний час перед тем, как мне нужно будет выходить на пару. У меня, кстати, сегодня четыре пары. Первая — это методология исследований в рекламной деятельности. Вторая — это бренд-менеджмент. Ну, точнее, у меня две пары по одной дисциплине, две пары по другой. И пока у меня есть лишний час, я поснимаю контент. Поэтому здесь уже стоит лампа, свет, здесь одежда. Потому что я хочу отснять несколько образов сразу. И я думаю, что мне как раз хватит времени. Плюс определюсь с образом на сегодня. Эти пятьдесят минут прошли супер продуктивно. Я успела взять всё, что я хотела. Если честно, я безумно устала. Теперь даже на учёбу не хочется. Но надо. Просто посмотрите, что с моей комнатой везде валяется одежда. Нужно быстренько убраться и бежать на учёбу. Пары в офисе определённо мои самые любимые. Мне безумно нравится это место. Меня заряжает атмосфера на работу. Ну и плюс, когда ты работаешь в комфорте, ты работаешь эффективнее. Кстати, обязательно перед парами нужно сделать себе кофе и уже с ним пойти слушать лекцию. Чаще всего лекции и семинары у нас соединены. Поэтому мы работаем в группах над своими проектами. У нас сейчас большой проект по аэрофлоту. Смотрите, какая презентация крутая. Я тоже хочу научиться такие делать. Проекты всегда очень большие и объёмные. Поэтому каждый семинар мы разбираем только один пункт из проекта. Но это, конечно, всегда максимально долгосрочная работа. Потом я, правда, задержалась в каворкинге после пар, чтобы доделать ТЗ. Ну и также свои рабочие моменты. Я счастливый человечек, у которого закончились пары. Я, правда, ещё на пару часиков задержалась в офисе, чтобы доделать свои делишки. Потому что там есть удобный каворкинг. И, собственно, там я делаю все свои рабочие дела. А у меня их сейчас очень-очень много из-за моего СММ-агентства. Довольная, счастливая, иду домой. А ещё очень радуюсь, что середина сентября, но на улице тепло. Собираемся в зал на тренировку. Сразу после тренировки я поеду на пары, поэтому придётся достаточно основательно собраться. Размеры этой косметички меня иногда пугают. Буду сегодня вкусно пахнуть цветочками. Вот такая я сегодня супер-красотка. У меня Total Black образ. Побежали с вами в зал. Идёмте заниматься в зал. Сейчас скажу, стараюсь ходить три раза в неделю в зал. И всё ещё в патчах, да. Самым лучшим решением было купить вонючку в машину, которая пахнет один в один, как мой самый любимый парфюм. Просто. Я каждый раз сажусь сюда, я каждый раз в восторге. Я перестала особо активно записывать свои тренировки на видео, чтобы просто не смущать других посетителей зала. Вот здесь оставлю вам классное приложение, по которому я тренируюсь. Там собраны все тренировки Chloe Ting. И на самом деле сейчас это, наверное, мой фаворит. А после зала было принято решение съездить в кафешку, потому что я толком нормально не позавтракала, а впереди меня ещё ждали пары по теории вероятности. Поэтому заехала у любимых скуратов, взяла покушать, перекусила и поехала на пары в вышку. И могу сказать, что там не было ничего интересного. Это обычный вошмат и обычная теория вероятностей. Время половина второго. Я жутко устала. У меня закончились пары. Сегодня у меня было две пары по теории вероятности. И ещё вечером будет одна пара по истории России. Утром съездила в зал, немного потренировалась. Не очень люблю снимать в зале, потому что часто там уходят люди. Очень многие специфически реагируют на камеру. Но поделилась с вами классным приложением, где я тренируюсь. Очень удобно. Можно простроить график тренировок. И в целом мне очень нравится Chloe Ting. Я люблю её тренировки. Поэтому круто, что теперь у неё есть приложение. А может быть оно и давно есть, но я лично узнала о нём недавно. Сейчас я буду немножко работать, потому что у меня есть ещё где-то пару часов, до следующей лекции, до следующих семинаров, который будет онлайн. Я немного поработаю и немного отдохну, потому что, честно говоря, я жутко устала. Рассказываю вам про свою работу. Вы все знаете, что я вместе с командой открыла своё СММ-агентство. Если не знали, то теперь знаете. Кстати, все ссылочки я оставлю под этим видео. Обязательно переходите, обязательно подписывайтесь, потому что мы очень активно ведём сейчас соцсети. И стараемся выкладывать туда полезный контент. Поэтому, если вы хотите знать всякие новости и тренды из сферы маркетинга, СММ, и вообще обучаться в этой среде, то обязательно переходите и подписывайтесь. В этом агентстве у нас есть свои клиенты. Мы ведём для них социальные сети, простраиваем стратегии, занимаемся, на самом деле, огромным количеством вещей. От стратегии до съёмок, короче, куча-кульча всего. И сейчас, собственно говоря, я буду всем этим заниматься. Плюс надо найти время непосредственно на контент для моего блога и контент для блога агентства. Я лично отвечаю за креативы, за визуал, дизайн отчасти, поэтому сейчас покажу, из чего состоит моя работа. Так, давайте только скучные и неинтересные таблицы в Excel, аналитику и так далее мы опустим. Не буду об этом говорить, там слишком много всего. Больше всего я занимаюсь, конечно, визуалом, отчасти дизайном, вообще контентом, но также у меня очень много аналитики, СМЛ, СМЛ, ЛМ, Вышкинский сленг, отключись, пожалуйста, Excel-евских таблиц. Короче, это всё неинтересно, это всё аналитика. Покажу вам креативную контент-часть. Замечательная фигма, в которой я работаю. У меня здесь следующие посты, которые нужно будет выкладывать. Сейчас ещё займусь всякими рилсами, монтажом. Короче, здесь, на самом деле, много всего. И вот этим всем мы будем сейчас заниматься. Я стараюсь сейчас максимально сократить время своей работы и сделать его максимально продуктивным и полезным. То есть я могу бесполезно сидеть 6 часов, образно говоря, работать, какие-то картиночки создавать, без стратегии, без всего. И, естественно, я очень сильно устану. А могу работать 3 часа эффективно, зная, что для чего мне когда нужно, какая у меня стратегия. И я сейчас говорю не только просто трагию продвижения о том, как ты ведёшь соцсети для людей и вообще, что ты закладываешь в свою работу, а именно система по твоей работе. Поэтому я всё это выстраиваю, чтобы действительно работать меньше, но эффективнее. Чтобы вот все те часы, которые я увожу в работу, они были максимально продуктивны для меня. Потому что я люблю работать, мне очень нравится. Я довольна тем, что нашла ту нишу, в которой мне комфортно развиваться, в которой мне нравится развиваться. И я действительно могу работать сутками. Работаю сутками. Но всё-таки нужно не забывать про своё здоровье, про свой сон, про нормальное питание, по тренировке. Поэтому стараюсь всё-таки вот этот вот момент откорректировать. Плюс сегодня пятница, и это единственный день на неделе, когда у меня слишком поздно заканчиваются пары. То есть в 6 часов вечера мне это не нравится. Плюс вот этот вот перерыв днём максимально некомфортно, неудобно. И что я хочу сказать? Что в пятницу мне хочется вообще поменьше выделять времени на работу. Потому что хочется отдыхать. Так как в субботу и воскресенье я зачастую тоже работаю. Просто потому что мне это нравится. А вообще в планах на сегодня поработать, отсидеть семинар. И после, наверное, отдохнуть, заняться собой, устроить такой небольшой вечер любви к себе. Какого-то ухода за собой. Просто полежать в ванной, поделать всякие масочки, посмотреть интересный фильм. И наполниться энергией. Потому что за неделю, конечно, у меня её конкретно так уменьшилось. Скажем так. Я устала. И хочется небольшой перезагрузки. Потому что выходные тоже активные будут. Вот такой домашний вайп. На самом деле присутствует у СМП-щиков. Когда они работают не власться. Мне очень нравится работать дома. Мне очень нравится работать в биджаме, у себя на диване. Счасочка, кофе, речали. Но я также очень люблю именно офисную работу. Она тебя тоже заряжает. То есть одно без другого как будто не может существовать. Мне так кажется. Какой у нас с вами домашний вайп. Помимо того, что я создаю контент, что я монтирую видосики, обрабатываю фотографии, создаю что-то в фильме, я также пишу брифы для съемок. Это значительно упрощает тебе съемочный день. Ты знаешь, что тебе снимать, как это снимать, когда это снимать, что говорить, что не говорить, как выглядеть. Короче, так намного удобнее и комфортнее работать. Причем это касается как любых съемок для клиентов, для СММ-агентства, в целом для ведения наших социальных сетей, так и про мой блог. Я любое свое видео расписываю. Я к любому видео пишу сценарий, за исключением только вот таких вот реальных влогов, потому что я не могу прям суперкруто спланировать свой день, чтобы прям идеально все прошло. Плюс не хочется наигранной картинки в таких видосах. И когда ты это создаешь, когда ты это делаешь, все идет намного-намного проще. В начале сентября у меня было еще два крутых мероприятия. Первое – это день открытых дверей высшей школы экономики. Я уже не первый раз в подобном участвую, и на самом деле мне это безумно нравится. Мне нравится общаться с абитуриентами, с их родителями, рассказывать про нашу программу цифровой маркетинг, потому что у нас действительно интересное обучение, много всяких плюшечек, фишечек, и этим хочется делиться. Подробнее я, кстати, рассказала все у себя в YouTube Shorts, так что переходите и смотрите. Оставила здесь подсказочку. И в этот же день происходило еще одно классное мероприятие уже для первокурсников, некое посвящение. Суть этого мероприятия в неформальном общении и в том, чтобы рассказать всем про внеучебку в вышке. Она на самом деле суперинтересная, можно найти занятие себе по душе. И вот на этом мероприятии проходит презентация всех клубов, а первокурсники могут выбрать себе подходящее направление. На самом деле реально классное мероприятие, потому что после презентации клубов всегда есть такая небольшая тусовочка. Например, в этот раз выступал HSE Music Band, что очень круто, кстати, было, а потом было несколько диджей-сетов. Ну что, этот влог подходит к концу. Большое спасибо, что вы досмотрели его до конца. Мне безумно приятно. Обязательно оставляйте ваши комментарии, будем с вами общаться. Ну и также не забывайте про мои другие социальные сети. Все ссылки будут внизу в описании. Спасибо вам за просмотр, а мы увидимся с вами совсем скоро в новом видео.